Приветствую охотников за трофеями и добро пожаловать в видео гайд по получению платины в последнем эксклюзиве на PlayStation 4 Призрак Цусимы. Напоминаю, что сегодняшняя вечеринка благотворительная, на входе и выходе собираем лайки для пожертвования в фонд помощи ютуберам. Все сугубо добровольно, можете конечно и без лайка потусоваться, никто не прогонит, но на халявную выпивку не рассчитывайте. Поэтому рекомендую все же не скупиться на лайки, а лучше даже подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие мероприятия. В качестве разогрева скажу пару слов о самой игре, хотя с ней и так все понятно. Эксклюзив от Sony в открытом мире, а значит приятный графон, атмосферный проработанный мир и сюжет, который здесь скорее для галочки. Но не потому, что он плохой, а потому, что еще до релиза было понятно, что всю игру вы будете заниматься освобождением острова от монголов. Хотя некоторые сюжетные повороты смогут тронуть ваше сердечко, возможно. Призрак Цусимы, в отличии от предыдущего эксклюзива, полностью оправдывает ожидания игроков. Любителям подобного жанра игра зайдет с вероятностью в 93%. Но если вы только вчера выбили платину, ну например в Horizon Zero Dawn, рекомендую взять перерыв. Потому что если отбросить сеттинг и какие-то геймплейные нюансы, в сухом остатке это почти идентичные игры. Прохождение сюжета и дополнительных заданий в любой удобной последовательности. Мир, который вроде и открытый, но открывается постепенно. Зачистка лагерей с противниками, сбор коллекционных предметов, прокачка навыков и все прочие атрибуты открытого мира, ну вы в курсе. А перенасыщение опен ворлда может вызвать острое недомогание в виде хронической скуки уже после первого акта. Вылечить такое заболевание крайне сложно, но лично я снимал симптомы вышедшим недавно на плойке Cuphead. Принимать 2-3 раза в неделю по 2 часа. Но будьте осторожны, препарат может вызвать побочные эффекты в виде воспламенения задницы. Однако, сегодня я здесь не для того, чтобы жаловаться на то, как скучно гриндить точки интереса, а для того, чтобы рассказать вам, как получить платину в Ghost of Tsushima. Еще до выхода игры, посмотрев на список достижений, я предположил, что платина будет на троечку по сложности и займет порядка полсотни часов. И знаете что? Так и вышло. А если вы уже догадались, что я скажу дальше, значит вы либо уже смотрели хотя бы парочку моих гайдов, либо вы гуру трофихантинга, а мой видос смотрите просто так, за что кстати отдельное спасибо. Выбор сложности на получение трофеев не влияет, можете играть на любой комфортной сложности. Ничего пропускаемого в игре нет, любое задание, трофей, предмет можно выполнить, получить и найти и после прохождения сюжета. Причем в этой игре гораздо удобнее будет сначала пройти сюжет, а потом уже заниматься зачисткой и коллекционированием. Никакие иные гайды кроме этого вам не понадобятся, почти все, что вам нужно для трофеев будет отображено на карте, а все остальное я покажу в этом видео. Далее я разобью получение платины на несколько условных шагов и дам подсказки по каждому шагу, чтобы помочь вам получить все трофеи как можно быстрее и эффективнее. Большой плюс трофихантинга в Цусиме в том, что вы можете прямо сейчас закрыть это видео и не думая об ачивках просто проходить игру так как вам хочется. Как я уже сказал, почти все несюжетные трофеи будет удобно выбить именно после прохождения игры. И все же есть несколько вещей, на которые я рекомендую обратить внимание сразу. Во-первых, старайтесь не игнорировать сбор ресурсов, они в большом количестве будут необходимы для прокачки катаны и брони клана Сакай. Можете вкинуть немного и в прокачку лука, но на первых порах не увлекайтесь. Несмотря на то, что для меча, лука и брони требуются разные материалы, вам в любом случае нужны припасы для каждого улучшения. А припасы, хоть и разбросаны вообще по всей игре, в итоге могут стать дефицитом, если вы недостаточно внимательны. В этом вопросе вам поможет оберег инарии, который увеличивает количество найденных припасов. Сам же оберег можно найти на святилище пик лучника на юго-востоке первого региона. И да, цветы кстати тоже собирайте, они пригодятся для пара трофеев, штук 30 будет достаточно. Для максимального улучшения катаны и получения трофея идеальный шторм, помимо припасов вам будут необходимы железо, сталь и золото. Железо и сталь вы будете получать в качестве награды за освобождение ферм и лагерей монголов. Оба материала вы также будете находить просто лежащими в домах, тентах, сундуках, повозках и т.д. Поэтому тщательно исследуйте все встречающиеся в игре строения, в конце игры скажите себе спасибо за это. Золото же является наградой за освобождение больших деревень и крепостей монголов. А также все ресурсы в небольших количествах можно купить у торговцев, золото встречается крайне редко. Рекомендую также сильно не увлекаться и прокачкой танта, потому что для него нужны те же ресурсы, что и для катаны, а трофея за прокачку танта нет. Для улучшения брони необходимо полотно, кожа и шелк, все это вы будете получать за выполнение дополнительных заданий. И по аналогии с металлами находить в различных строениях и покупать у торговцев. Однако не улучшайте никакую броню, кроме брони клана Сакай, именно она нужна для трофея одним махом. Победить максимальное количество врагов в одном противоборстве. По умолчанию вы можете победить в противоборстве только одного противника за раз. Еще два пункта вы добавите за улучшение самого навыка противоборства. А увеличить количество противников в противоборстве до максимальных пяти вы сможете именно за улучшение брони клана Сакай, который откроется по сюжету во втором акте. После чего вам необходимо успешно сделать серию из пяти убийств в режиме противоборства. Рекомендую делать это в первом регионе, там противники попроще, например во время зачистки очередного лагеря монголов. И наконец во вторых боевые трофеи, их не так много и в целом нет необходимости специально их гриндить при прохождении сюжета. Но все же держите их в голове и возможно все эти ачивки вы получите в рамках нормального прохождения. Трофей сторгуемся, ошеломить врагов 50 раз. Ошеломить значит снять белую полоску стамины тяжелыми ударами на треугольник. Я бы назвал этот трофей сюжетным, так что не парьтесь. Блеск стали, победить 20 врагов контратакой после идеального парирования. Прежде всего необходимо выучить сам навык идеального парирования. В самый последний момент атаки врага нажать L1. Если вы видите анимацию замедления, значит идеальное парирование сработало. После чего сразу нажимаете квадрат или треугольник для контратаки. Важно, вы должны именно убить врага контратакой. Если возникают сложности с идеальным парированием, могу посоветовать взять оберег мизуноками, который упрощает парирование и уклонение. Найти его можно в самом начале игры в святилище весенних водопадов, между водопадами Кукай и укрытием Старого Лесника. Смертоносная точность. Убейте 20 врагов ударами из стойки призрака. Для активации стойки необходимо либо скрытно убить любого лидера монголов, либо убить 7 рядовых противников, не получая урона. Не обязательно по стелсу и не обязательно в ближнем бою. Главное сделать киллстрик из 7 врагов, используя весь доступный арсенал. В правом нижнем углу будет индикатор и как только вы заполните все 7 ячеек, вы сможете войти в стойку призрака нажатием L3 плюс R3. Имейте ввиду, что за одну активацию стойки можно убить не более трех врагов. Защита от свидетеля. Подстрелить бегущего устрашенного врага. Устрашать врагов можно целым рядом способов. Убийство из стойки призрака. Закидывание врагов ядовитыми дротиками. Использование навыков пугающее парирование или навыков из раздела мифических. Полностью улучшенная броня клана Сакай повышает шанс испугать противника. Но когда враг начнет сваливать, достаем лук и со всей самурайской честью стреляем ему в спину. Здесь может пригодиться навык концентрация, который замедляет время при прицеливании. Удачного приземления. Убить врага, сбросив его с уступа. Первую очередь необходимо изучить один из двух навыков. Столкновение на бегу или мощный тайфун в стойке ветра. Заманить противника на любую возвышенность. На всякий случай ранить его и применить любой из двух указанных навыков. Если противник умрет при падении, вы получите достижение. Йоу. И это все, о чем вам стоит задумываться при ознакомлении с игрой и прохождении сюжета. По завершению этого шага вы также получите и 13 непропускаемых сюжетных ачивок. После полного прохождения основного сюжета на карте отобразятся все захваченные монголами территории, которые вы еще не освободили. Ваша единственная задача на этом шаге будет зачистить абсолютно все лагеря и крепости монголов. Тем самым освободив весь остров Цусима от захватчиков и получить достижение Великий Освободитель. В ходе выполнения этого шага вы получите еще 6 трофеев за освобождение трех регионов острова. Никаких специальных хитростей и подсказок этому шагу не будет. Просто зачищайте все лагеря в любом порядке и любым удобным способом. По мере выполнения этого шага, а скорее всего даже еще раньше, вы разблокируете все 4 боевые стойки и трофей усердный ученик. Стойки открываются за убийство лидеров монголов, которые как раз находятся на захваченных территориях. По мере зачистки лагерей монголов игровая карта будет открываться от тумана и на ней будут отображаться все точки интереса в виде знаков вопроса. А значит, как только вы полностью выполните шаг 2, на карте отобразятся все коллекционные предметы и места, необходимые для трофеев, а также все невыполненные задания. С них и начнем. Трофей всем опора вы получите за завершение абсолютно всех дополнительных заданий в игре. Серебряной иконкой на карте подсвечиваются обычные задания и сюжетные линии персонажей, а синяя иконка истории древних героев, они же мифические истории. Единственные два задания, которые могут не отобразиться на карте, это во-первых оплаченный долг. Его вы найдете во втором акте вот здесь. Для старта задания поговорите с этим парнем. И цена страха в третьем акте. Для старта миссии необходимо постучаться в эту хижину, не отмеченную на карте. В ходе завершения всех заданий вы получите еще 5 трофеев. Один за мифические истории и четыре за сюжетные линии. Трофей легендарный призрак тоже выпадает автоматически в ходе завершения всех заданий. Для этой ачивки необходимо набрать максимальный уровень репутации, который как раз и набирается за выполнение заданий. С открытием каждого последующего уровня репутации вам будут открываться техники метательного оружия. Трофей все возможные хитрости выпадет, как только вы откроете все техники и прокачаете последнюю, изучив навык петарда. Останется только один. Необходимо одержать победу во всех поединках. Помимо сюжетных боссов вам будут встречаться поединки и в дополнительных заданиях, а это значит, что и этот трофей выпадет при завершении всех заданий. Да, да, здесь больше половины ачивок выпадает просто так. Все сильнее начиная убеждаться, что подход обоих частей Last of Us к игровым достижениям не так уж и плох. Одновременно с выполнением заданий на этом шаге вам предстоит посещать места интереса и собирать коллекционные предметы, которые будут отмечены на карте вопросиками. Следовательно, закрыв все вопросики, вы точно получите все перечисленные далее трофеи. Здоровый дух в здоровом теле. Вам необходимо сложить все 19 хоку. Посетить все 18 горячих источников. Посетить все 49 святилищ Инари, они же лисичкины храмы. И наконец выполнить все 16 фаталити на бамбуке, они же тренировочные площадки. Кстати, пока будете посещать святилища Инари, вам будут открываться новые ячейки для оберегов. Как только откроете все 6 ячеек и разместите в них любые обереги, получите трофей «Береги себя». Сами же обереги выдаются почти за каждый чих в игре. Благоволение богов. Найти все 16 святилищ Синта и вознести в них молитвы. Святилища Синта находятся за вратами Тории и часто располагаются в труднодоступных местах. Но не переживайте, ведь здесь вам на помощь придет паркур. Путеводный светоч. Зажечь огонь на всех 8 маяках Цусимы. Нет, для этого трофея я не придумал шутку. Убойный вид. Собрать 30 из 59 декоративных предметов. Украшения даются за выполнение заданий, сочинение хоку и посещение столпов чести. Собрать 10 даров. Дары можно забрать в любом крупном дружественном поселении, а появляются они там по мере выполнения заданий. На карте можно посмотреть сколько даров вам доступно в данный момент. И наконец два последних вида собираловок это записи и монгольские артефакты. Первые чаще всего встречаются в деревянных домах, их нужно собрать 20 штук из 40 возможных. Вторые будете находить в монгольских лагерях, в шатрах и около них. Артефактов тоже нужно собрать всего 20. И артефакты и записи не отображаются на карте привычным образом, то есть в виде вопросиков. Однако, если в режиме карты нажать стрелочку вправо, местоположение ближайшей записки или артефакта, смотря что выберете, будет указывать ветер. При этом на вас автоматически наденется облачение путника и геймпад начнет вибрировать при приближении к искомому предмету. Рекомендую не заморачиваться и оставить эти собираловки на самый конец. Лично я при нормальной игре и без ветра нашел более 20 артефактов и 16 записок. Возможно и вы без проблем найдете нужное количество без подсказок. Все остальные трофеи, не вошедшие в предыдущие категории, я размещу здесь. Именно они являются наиболее редко получаемыми. Почести незримому, необходимо поклониться 10 скрытым алтарям. Они не отображаются на карте, на них не загорается кнопка взаимодействия. Поэтому многие наверняка просто пробегут мимо, если не обратят внимание на табличку с кланяющимся человеком рядом с ними. Подходим к алтарю и проводим вниз по тачпаду. Если срабатывает анимация, на данном примере это вихр из листьев, значит алтарь засчитался. Я точно не знаю сколько таких алтарей в игре, наверное около 20, но я покажу только 10, именно столько нужно для трофея. У алтарей может быть разная анимация, но все анимации связаны либо с природными явлениями, либо с появлением животных или насекомых. Если вообще ничего не произошло, просто поклонитесь еще раз. Сложность еще и в том, что некоторые алтари не выглядят как алтари, это могут быть просто таблички рядом с водой или деревом, будьте внимательны. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для следующего трофея вам необходимо в прямом смысле закосплеить Слай Купера из одноименной серии игр, а для этого необходимо собрать вот такой сет. Начнем с маски «Одеяние вора». Ее вы получите как дар, скорее всего еще в первом регионе. Доспехи Госаку выдадут в награду за завершение соответствующей истории древнего героя. Повязка Кривой Косы. Найдете ее в третьем регионе на крыше храма Дзюгаку. В этот храм вы придете по сюжету и он станет вашей опорной базой. Расцветка для ножен Хитроумной Тануки. Тоже в третьем регионе, на столпе чести на востоке от Дома Зверолова. Ну и наконец расцветка для доспехов Страш Океана. Ее можно купить у торговцев в крупных поселениях. Надеваем все это на себя и получаем трофей. Для трофея Мастер Монохрома необходимо купить расцветку для брони у торговцев черной и белой краской. Торговца белой краской вы можете найти на северо-западе первого региона. Найти его можно по белым простыням развешанным вокруг. Любителя черных шмоток можно найти на востоке второго региона. Он будет в пещере. Для покупки каждой краски нужно 10 цветов. Плач по разрушенной кузне. Вам необходимо сыграть мелодию Плач Бури на могиле друга. На ней вы окажетесь после завершения миссии Кровавая Плата во втором акте и сможете вернуться в любой момент. Прежде всего вам необходимо открыть саму мелодию, а для этого нужно найти 5 сверчков. Находятся они на кладбищах. Уверен, вы найдете гораздо больше, пока будете зачищать карту. Далее в меню выставляем мелодию. Подходим к могиле и проводим пальцем налево по сенсорной панели. И наконец самый редко получаемый приз в игре есть только миг. Вам необходимо случайно зайти в фоторежим. Да, именно так. Я почти уверен, что большинство игроков получили этот приз именно случайно. Потому что на начальных этапах игры вы точно хоть раз нажмете на крестовине вправо, пока будете знакомиться с управлением. Теперь вы живая легенда, с чем я вас и поздравляю. Это был весьма долгий путь и я надеюсь когда-нибудь разрабы добавят патч, позволяющий пропускать некоторые сцены и анимации. И в конечном итоге некоторые из вас могут получить более веселую и динамичную платину. Помните о чем я говорил в начале ролика? Про благотворительный сбор лайков. Забудьте об этом. Если вы досмотрели до этого момента видео, лайк просто обязан быть поставлен. Ведь лично ты, да ты, с той стороны экрана, входишь в категорию моих самых любимых и уважаемых зрителей. ПАСХАЛКА ПАСХАЛКА П… Да, в этом видео она есть. Как всегда это спрятанное где-то в ролике изображение PSN трофея, а также я специально не назвал и не показал в этом видео один несюжетный трофей из призрака Цусимы. На качество гайда это не повлияет, поскольку трофей вы в любом случае получите на пути к платине. Но зато мы сможем проверить вас на внимательность и знание трофеев в игре. Те, кто первыми найдут пасхалку или пропущенные трофеи, будут размещены на месяц на доску почета на главной странице канала. А если оба секрета найдет один человек, то сможет получить еще и специальную роль на нашем дискорд сервере, дающую доступ в закрытый раздел, тоже на один месяц. Хочу традиционно выразить благодарность спонсорам канала, особенно тем, кто поддерживает меня уже долгое время. Но не думайте, что я просто для галочки говорю вам спасибо в конце каждого ролика. Я действительно очень признателен за оказываемое вами доверие и финансовую поддержку. Любой зритель тоже может попасть в этот список, оформив платную подписку на канал, за что получит ряд бонусов. Например, ранний доступ к гайдам, уникальные значки рядом с вашим ником в комментах на ютубе, эмодзи, которые вы сможете использовать на премьерах и стримах, и доступ в закрытый раздел в дискорде. Минимальная стоимость подписки в месяц, кстати, меньше, чем стоимость всего одной кружки кофе. Однако финансовая поддержка – это дело сугубо добровольное, а вот лайк поставь прямо сейчас, я не шучу. До встречи, Гуд Хантер.